Всем привет дорогие зрители канала Gadgetmania. Сегодня мы распакуем очередное устройство из Китая. В данном случае это будет Huawei Honor 7 Premium или в простонародье Pro. Давайте посмотрим, очень интересный цвет у этого устройства. Это новое видео, мы начинаем. Поехали! Итак, все пришло вот так вот для проверки. Просто коробочка была вскрыта, сам смартфон еще не вскрывался. Достаточно быстрая доставочка. В нашем случае здесь больше никаких подарков, ништяков нету. Открываем обычная пупырочка. Ссылочки на товар постараюсь оставить в описании. У нас, как и предыдущая модель Honor 5X, распаковку которой вы можете посмотреть на канале, перейдя по аннотации, либо по ссылочке в описании. Эта модель также RST. Давайте посмотрим на коробку. В принципе, она практически точно такая же, как в случае с 5X. Единственное, здесь у нас обозначение циферка 7. Дает нам понять, что внутри моделька под номером 7. Здесь описание на русском языке. Здесь у нас техническая информация. Какой цвет. В нашем случае это золотистый цвет. И с другой стороны у нас имей номера данного устройства. Абсолютно никто до этого не открывал. Абсолютно новая трубочка. Давайте посмотрим. Мне самому очень интересно. Где-то полгода назад, осенью 2015 года, я делал распаковку. Очень достаточно подробную. Есть на канале. И обзор 5 причин приобрести аппарат Huawei Honor 7. Так вот, я думаю, что премиум модель, скажем так, станет лучше. Еще до того, как мы откроем эту коробку, я вам выскажу свои впечатления. Что я жду, свои ожидания. Что я ожидаю от этого смартфона. Что-то подправили, что-то, скажем так, исправили. И я думаю, новая реинкарнация устройства будет очень-очень хорошим. Единственное, что меня смущает, это предустановка русскоязычных сервисов Mail.ru, одноклассники и новости. В общем, заставляют, видать, компанию Huawei, либо платят ей бабки за установку завода вот этих вот. Ух, какой красивый цвет. Давайте крышечку оставим сюда. Итак, да, интересно. Металлический, конечно же, смартфон. Пока мы его отложим в сторонку. Смотрите, друзья. Вот тут вот немножко не хватает китайским производителям. Надо подучиться у компании Apple. Должен быть какой-то... Даже у компании китайских уже есть такие специальные хлястики, чтобы вы могли с легкостью достать смартфон. Он железный, соответственно, металлический, точнее. И немножко холодит руку. Итак, что у нас? У нас есть вот такая вот ванночка. Здесь уже хлястики присутствуют. У нас сразу видно по полиграфии о том, что здесь премиум устройство. На данный момент является практически флагманским. За исключением Honor Mate 8, который стоит дороже и который имеет диагональ больше. Что у нас в конвертике? В конвертике, как всегда, у нас Hello Start Guide. Не буду на этом заострять свое внимание. Макулатура в основном нашим зрителям неинтересна. Кто захочет, тот почитает. Единственный нюанс, что она на русском языке, и это плюс. И, конечно же, не бюджетностью, а, скажем так, премиум классом, отмечается тот факт, что у нас упаковка остальных аксессуаров происходит вот в такие вот специальные коробочки. Итак, что мы здесь сможем, скорее всего, увидеть? Здесь мы сможем увидеть, как я вижу, кабель. И, в принципе, все. В коробочке больше ничего нет. Кабель у нас достаточно толстенький, плотненький. И я хочу сразу посмотреть, это микро-USB. Да, это микро-USB-USB разъем. Даже смысла нет его доставать. Он везде одинаковый, что в устройствах, скажем так, среднебюджетной ценовой категории, что в устройствах уже флагманских моделях. И здесь, скорее всего, у нас адаптер питания. Давайте посмотрим. Конечно же, он с русскоязычной, вернее, с русской вилкой. Единственное, что мне очень-очень интересно. Давайте вместе с вами разглядим. 2 Ампера 5 Вольт, 9 Ампера. 9 Вольт 2 Ампера. То есть, поддерживает функцию быстрой зарядки. Это очень-очень хорошо, потому что батареечка на этом устройстве. Сейчас мы с вами попробуем угадать, потому что я заранее не смотрел. Ну, технические характеристики. Умная кнопка, датчик отпечатка пальцев у нас вынесены на главный экран, на котором вы можете открыть вот эту вот этикетку. И у вас уже вы сможете пользоваться смартфоном. Корпус, конечно же, из металла. Камера на 20 Мп. 32 ГБ встроенный объем памяти данного устройства. 3 ГБ оперативной памяти. И, конечно же, всё сделано в одной стилистике вместе с другими моделями от компании Huawei, в том числе и 5X, которые у нас в цвете Space Gray. Здесь у нас пластиковые вставочки. Это абсолютно всё в металл. Вот грани отшлифованы очень-очень красиво. Так напоминает, так как смартфоны делала компания Apple, я сравниваю, потому что, в принципе, для меня это некий эталон в плане дизайна. А, конечно же, у нас вот эта вот умная кнопка, которую вы можете программировать. Это кнопка включения-выключения, качелька регулировки громкости. И сразу хочу отметить тот факт. Немножко вот она, она металлическая, так же, как и сам корпус. Но в 5X, если вы внимательно посмотрите 19-минутную распаковку того аппарата, я отметил тот факт, что там тоже кнопочка металлическая, но она из коробочки не люфтит. Тут происходит небольшой люфт кнопки питания, небольшой люфт кнопки, точнее, качельки регулировки громкости. У нас есть слот для сим-карточек. Давайте поройдемся по... Рассмотрели мы внешний вид и поройдемся по органам управления данного смартфона. Итак, что же мы видим, когда уберем устройство в руки? Конечно же, спереди у нас дисплей, всевозможные датчики, камера, вспышка на камере. Это очень модный сейчас тренд на смартфонах 2016 года. Основная камера, сканер отпечатка пальцев, двойная светодиодная вспышка. Здесь у нас находится с левой грани лоточек под микро-SD-карточку, карточку памяти и нано-сим-карту. Смарт-кей, умная настраиваемая кнопка. Здесь у нас сразу предпроизводитель на, скажем так, вот этой транспортировочной пленочке. Нам отмечает, что не надо использовать микро-сим-карту, а, пожалуйста, вставляйте сюда нано-сим-карту. Также у нас здесь отмечено, что на правой грани устройства у нас есть качелька регулировки громкости, она сдвоенная. Клавиша включения-выключения. Сверху, снизу у нас пластиковые вставки, немножко с таким рисуночком. То есть, в принципе, в этих моментах вообще не скользит. Сверху, что у нас есть сверху? У нас есть инфракрасный порт, как я понимаю, есть микрофон дополнительный. Есть разъём 3,5 мм для того, чтобы вы смогли слушать музыку. Говорят, что в следующей версии iPhone от этого разъёма, скорее всего, откажутся. Очень красивый цвет, золотой, очень по-богатому смотрится. Не смотрится, как какой-то цыганский тюнинг. Но тут, опять же, вкусовщина, дело такое, кому нравится, кому не нравится. Снизу у нас есть техническое отверстие под динамик и микрофон. И по серединке, ровно по серединке, у нас расположен разъём для зарядки и синхронизации устройства. Микро-USB пока стандарт ещё используется. Но, скорее всего, в следующих моделях он будет изменён на стандарт Type-C. Надеюсь, что третьего поколения. Итак, давайте мы возьмём... У нас здесь есть где-то, я видел, скрепочка для того, чтобы посмотреть, открыть, посмотреть, какой у нас слот. Ну, в принципе, они у всех сейчас у устройств практически одинаковые. Но, опять же, я обязан вам показать, для того, чтобы вы потом не пищали в комментариях, кто не показал слот для карточки памяти. Итак, у нас он сдвоенный, абсолютно металлический. Наносим карту и карта памяти. Обратно вставляем. И, пожалуй, на внешнем виде мы больше акцентировать внимание не будем. И перейдём уже непосредственно к включению и первым впечатлениям от работы устройства. Итак, как всегда, торжественный момент. Достаточно дорогой смартфон. Стоит он порядка 26-27 тысяч рублей, если переводить с долларов. Я думаю, что он стоит этих денег. Итак, раз, два, три. Погнали! Не с таким кайфом эта плёночка содралась, как, например... Так, у нас уже предустановлена дополнительная защитная плёнка на экране устройства. Это очень хорошо. Давайте попробуем включить. Так, аккумулятор ёмкостью, если мне не ошибает, скажем так, не подводит меня память, на 3000 мАч. С функцией быстрой зарядки, которая заряжает смартфон от часа до двух. Я думаю, что вам этого аккумулятора будет хватать на один световой рабочий день использования, активного использования смартфона. Пока смартфон включается, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы вообще относитесь к компании Huawei. Мне очень интересно, считаете ли вы этот бренд, скажем так, достаточно популярным? И стоит ли переплачивать от 50 до 100 долларов за модельки именно этой компании? Либо можно приобрести таких именитых брендов, смартфоны таких именитых брендов, как Meizu или, может быть, Xiaomi. Они стоят на порядок, на определенный небольшой порядок ниже, но все-таки Huawei немножко покрупнее компания и выпускает вот такие вот смартфоны. Итак, предустановлен у нас, конечно же, Android. Сейчас посмотрим, какой версии. Выбираем язык. Скорее всего, эта версия будет 5.1.1. Будет очень-очень-очень-очень, скажем так, мне интересно, если здесь будет предустановлено Marshmallow. Поверх у нас Emotion UI третьей версии. Так, выбираем русский язык. Вот совсем-совсем он рядышком. Здесь у нас... Так, болгарский русский. Русский, смотрите, русский Казахстан, русский Киргизия, русский Беларусь. Очень интересно. Русский Молдова, русский Россия. Интересно, как-то эти языки отличаются или нет. Я уже вижу, что присутствует небольшая рамочка вокруг экрана черного цвета. Она присутствует, в принципе, и на флагманах других производителей. Здесь мы пропускаем все. Здесь продолжить. Соглашаемся. Принимаем условия использования. Следующая страница. Так, служба Wi-Fi. На этом напряжении. Так, разрешить. Далее. Значит, давайте попробуем зарегистрировать отпечаток пальцев, для того, чтобы посмотреть, насколько он быстро работает. Потому что здесь указано, что он уже установлен в следующей версии. То есть, он еще быстрее, чем в Huawei Honor 7 простой. Зарегистрировать. Так, датчик сканера отпечатка пальцев расположен сзади. Давайте вот таким вот образом попробуем его зарегистрировать. Сохранение отпечатка. Советую несколько раз это сделать. Ок. Пин-код. Пускай будет 1, 2, 3, 4. Продолжить. 1, 2, 3, 4. Ок. Голосовая активация. Присутствует такая возможность, как голосовая активация телефона. То есть, здесь указывается, если вы не можете найти телефон, но вы знаете, что он рядом. Если ваши руки заняты, и вам надо позвонить, использовать функцию распознавания речи для поиска телефона и выполнения вызова. То есть, уже проявляются такие моменты, за что вы переплатите пару тысяч рублей и приобретете модель премиум. Давайте этот момент сейчас пропустим. Настройка завершена. Потом в полном обзоре данного устройства я вам расскажу, как она работает. Надеюсь, покажу. Итак, конечно же, у нас такие красивые обои предустановлены в цвет, скажем так, данного смартфона. Но, друзья, сами посмотрите. Сейчас я попробую установить, отменить автояркость. Конечно же, здесь Full HD матрица с очень хорошими углами обзора. Никаких претензий по этому поводу компании Huawei у меня никогда не было. Надеюсь, не будет. Что у нас по отзывчивости? Ну, все достаточно плавно. Вот эта вот тема, она пристается вместе с обоями. Я надеюсь, это все можно будет отключить в программных настройках. Предустановленные сервисы, как мы узнали еще до того, как вскрыли коробку от компании Яндекс. И так далее и тому подобное. Ну, смотрите, друзья, здесь, мне кажется, немножко покруче дисплей. Я, к сожалению, не изучал характеристики данного смартфона до распаковки, потому что мне было бы интересно посмотреть, как он себя поведет. Давайте вкратце пробежимся, что же здесь, какая же здесь начинка, как вам известно. Если неизвестно, то я вам, скажем так, расскажу. В смартфоны Huawei компания устанавливает чипы, то есть процессора своего собственного изготовления. И в эту модель установлен Kirin 935. Достаточно шустрый процессор. Очень хорошо показал себя в течение последних несколько месяцев работы на смартфоне Huawei Phone R7 простом. 3 гигабайта оперативной памяти. 20, соответственно, 32 гигабайта встроенной. Разрешение, да, я здесь угадал. Full HD, нету никаких 2К. Версия Android даже ниже, чем на Huawei Honor 5X. Здесь она 5.02, но я думаю, что уже будут доступны обновления на более позднюю версию Android. Версия интерфейса Motion UI 3.1. И на этом, пожалуй, сведения о телефоне, всё. Но уже даже при такой операционной системе смартфон, в принципе, не тормозит или ставится это всё очень-очень хорошо. Так, давайте посмотрим по яркости экрана. Покажем вам, достаточно, наверное, комфортная будет минимальная яркость. Она вот является вот таковой, то есть вы сможете комфортно читать в тёмное время суток. И максимальная, с отключением автояркости, является вот таковой. Что у нас? Давайте послушаем звук вкратце. Что у нас здесь по звуку, как он себя проявил. Потому что на 5X, в принципе, звук мне понравился. Мелодия. Я как понимаю, она здесь максимальная сейчас установлена. Да, максимальная. Вы будете смеяться, но звук, в принципе, здесь качественный, насколько я могу судить. Но почему-то звук в 5X мне понравился. Может быть, это моё, скажем так, сугубо личное мнение. Он мне показался чуть-чуть насыщеннее, чем здесь. Но здесь звук неплохой. То есть надо будет по тому же сравнить эти два смартфона, стоит ли переплачивать. На звук мы посмотрели. Давайте посмотрим на что-нибудь. Например, так. Экран. Посмотрим на какой-нибудь цвет. Значит, что? Вы можете настраивать цветовую температуру. Это очень хорошо. То есть экранчик вы сможете настроить под себя. Либо чтобы он был немножко потеплее, либо похолоднее. Это достаточно хорошая настройка в любых смартфонах. Вы сможете действительно сделать так обои. Давайте обои рабочего стола. Что у нас здесь. Какие-нибудь цветательные обои мы сейчас посмотрим. И посмотрим на цвета. Как они себя будут. IPS, конечно же, матрица. Не AMOLED. Вот таким вот образом. Здесь ещё немножко softbox отсвечивает. Вот так вот это всё смотрится. Ну, мне кажется, в Full HD матрице, она и в Африке Full HD матрица, здесь никаких не должно быть проблем. Так. Не будем мы сейчас переустанавливать. У меня всегда немножко парит вот эта вот рамочка вокруг дисплея. Но, в принципе, я думаю, что со временем, спустя несколько минут использования смартфона, вы не обратите. Не будете обращать на неё внимание. Нам осталось только немножко, скажем так, быстрый тест камеры, как она себя показывает при первом включении. Не надо нам ничего. Здесь нам подсказки 15 мегапикселей, текущее разрешение 15. Давайте настроим на 20 интерфейс камеры. В принципе, чуть-чуть посложнее, скажем так, понавороченнее, чем в 5X. Так, 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 так. Есть возможность HDR, Auto HDR. Это всё понятно. Так. 15 мегапикселей. Давайте 20 мегапикселей. Я думаю, что с её снимки будут 1.4 на 3. Что у нас? Опять же, присутствуют украшения, фото, видео, вкусная еда. Всё это здесь есть. Итак, дорогие друзья, при вас, наверное, даже вот так вот будет получше. Автофокус у нас должен присутствовать. Давайте вот так вот. Конечно же, автофокус у нас присутствует. Он достаточно быстрый. И сделаем тестовый снимок. Прямо вот так вот нацелились, сняли. Фотография происходит очень-очень быстро. Ну, конечно же, смотрите. 20 мегапикселей и те 13 мегапикселей, которые установлены в смартфоне Huawei Honor 5X, они, конечно же, отличаются. Невооружённым взглядом, в принципе, видно. Видите, как отображается боке, так называемый. То есть, замыление заднего фона. Очень хорошая, в принципе, фокусировка. Очень хорошая детализация, достаточно хорошая контрастность. Видно отдельный пиксель. Поэтому я думаю, что на этом смартфоне камера, конечно же, будет радовать. На этом, пожалуй, всё. Это было достаточно интересное и, я надеюсь, подробная распаковка смартфона Huawei Honor 7 Premium. В простонародье и про. С вами был канал Gadgetmania. Обязательно подписывайтесь, дабы не пропустить новые видео, обзоры новых устройств. Конечно же, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Обязательно пользуйтесь купоном сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на покупках в интернете. И совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok